Доброе утро, дорогие друзья! Четверг, недельная глава Биалатха. Если позволите, мы сегодня несколько слов поговорим о здоровье. Что самое главное в жизни, как говорит уважаемый Раф Ашер Кушнир, это здоровье. Но кто это понимает? Больные. Естественно, пока человек бегает там, как Сайгак, то он не обращает часто на это внимания. Раньше существовала книга Ангела Рафаэля, в которой были все методы извлечения. Когда у человека что-то заболевало, он смотрел, к какой заповеди относится данный орган, где у него есть повреждения, видел, что надо сделать, и сразу легко устранял. Великий царь Соломон запрятал эту книгу навсегда. Почему? Потому что люди поменяли одно с другим. Они перестали приближаться к Богу, когда у них что-то происходит, когда они заболевали. Они знали, заболел палец, посмотрю там, то и то, там, дам такую-то рекомендацию и все. Люди перестали устремлять сердце к Богу, что самое главное во время болезни. Они знали, что у них есть книга. Все начало происходить как бы естественным способом, без вмешательства Бога. А ведь это абсолютно неправильно. Только с неба выздоровление. Лис не падает с дерева без решения наверху. Говорится в Медрошах, нет такой травинки на земле, у которой не было бы корня в высших мирах. Сегодня, когда человек покупает лекарства в аптеке, идет к врачу, лечится в доме выздоровления. Я напомню, что Любовичский Рэбб запрещал, говорит, больница. Это дом выздоровления, куда человек приходит, чтобы выздоравливать. Так вот, попадая в этот дом, он мог посчитать, что в его исцелении не принимают участие небо. Каббала говорит, выздоровление человека включает следующие ступени. Первое. Всевышний принимает решение, что болезнь должна покинуть человека. Второе. Ангел Рафаэль получает приказ одевать луч божественного света в природные одежды, включающие в себя лекарства, визит к врачу и так далее. Только это конечный этап, который мы видим своими глазами на земле. Что происходило раньше, мы не знаем. В пустыне, когда пришло время пасхального седра, некоторые люди, я уже рассказывал об этом, о песях шине, некоторые люди не смогли отпраздновать, потому что были нечисты, хороня мертвых там. И их духовное жажда было так сильна, что Всевышний для них установил специальный праздник, маленький песок. О чем свидетельствуют эти примеры? Они демонстрируют нам, что человек, имеющий нравственные такие устремления, сильный напор такой, упорство в достижении цели, способен добиться очень многого. Но кроме этого, еще и говорит о том, как, да, что написано, еврейская традиция говорит, дух человека преодолевает болезнь, но кто способен перенести уныние? Это притча царя Шлома. Все, все, дух преодолевает болезнь, а уныние убивает человека. Каждому из нас известны примеры, когда люди, дабы честно взглянуть на свою жизнь, укреплялись духовно, брали на себя жесткие духовные обязательства и побеждали любые болезни, даже самые тяжелые. Мы говорим о них сильные духом. Те же, кто из-за пустяковой царапины впадали уныние, утрачивали вкус в жизни, идеалы, и, в конце концов, скажем так, результат не всегда был положительным. Хазон Иш, такой выдающийся мудрец, говорил, что упование на Всевышнего проявляется в том, какого рода усилия он прилагает в сложные ситуации или тяжелые для своего спасения. Всем людям свойственно стараться что-то предпринять в тяжелой ситуации. Но когда человек вместо того, чтобы бегать по знахарям и врачам, сначала тщательно проверяет свои дела и обращает свое сердце к раскаянию, к возвращению к Всевышнему, к самому главному лекарю, и молитву увеличивает, благотворительность, он отвращает от себя злые предопределения. Написано, что тот, кто прежде чем обратиться к врачам, не обратился к Творцу, совершил огромную ошибку и надо немедленно исправить. Недуги, терзающие плоть, только внешнее проявление болезни души, вызванное нашими заблуждениями и неправедными поступками. И начинается исцеление с признания перед Богом своего неправильного пути. Надо объяснить небу, почему из миллиардов людей именно тебе должна быть выделена энергия на, так сказать, сверху, на новое продолжение существования. Каждый раз мы должны доказывать небу, что мы не просто так. Брать на себя обязательства, брать на себя планы. Какие духовные планы у тебя такие, чтобы верхняя духовная сущность поддержала твою физическую силу. А врачам требуется постоянно помнить, что любое заболевание связано с горестными переживаниями. А для здоровья необходимое душевное благополучие и комфорт. Поэтому врач должен всячески бороться с отрицательными эмоциями больного, вызванными нетерпением или, не дай бог, потерей надежды на выздоровление. Тем самым ускоряется возвращение здоровья. Это основа лечения любого заболевания. Каждый, кто верит, что божественное управление миром существует, должен и обязан верить, что молитва поможет ему спастись от любой беды и от любой болезни. Мы говорим от беды, потому что это тот случай, когда особенно ясно выявляется тот, кто не молится Всевышнего в час беды, или не верит, что Всевышний управляет миром. То он болен душевно. Физическое благополучие человека полностью зависит от его духовного и нравственного здоровья. Гнать от себя уныние и плохое настроение, и все, что мешает бодрости духа. Надо больше улыбаться, через силу иногда, но обязательно улыбаться. И сто процентов верить, что он обязательно пошлет выздоровление и спасение. И так и будет. Драхава от Слаха, всем полного выздоровления и самого лучшего. Продолжение следует...